Как делать деньги из воздуха? Вначале Кирилл просто писал истории о столичных призраках в газеты. Потом решил войти с ними в непосредственный контакт. Раз в неделю он возит желающих по местам обитания призраков. Охотников поглазеть на московские привидения собирается немало. Теперь это один из самых популярных экскурсионных маршрутов. Мы собираем народ. Это и москвичи, и приезжие бывают. И вот, вы знаете, уже довольно давно не было пустых мест в автобусе. То есть люди все-таки интересуются тайными привидениями Москвы. Обычный так называемый загробный тур стартует на закате от здания мэрии. Многие думают, для пущей загадочности. В действительности тайны в этом нет никакой. Просто к вечеру исчезает главное московское наваждение – пробки, в которые может попасть экскурсионный автобус. Сегодня исключение – дневная экскурсия. По таинственным местам отправляются старшеклассники. Ребята захотели именно ехать на эту экскурсию, поскольку считаем, что достаточно эзотичная экскурсия, и услышат что-нибудь необыкновенно интересное. Таванские снимали с плеч головы, держая их в руках, начинали низко кладиться. А голову в это время повторяли... Осмотр московских инфернальных районов из окна автобуса. Два с половиной часа – легенд о жизни и смерти нынешних привидений. Прогулки с призраками не получается. Не то чтобы увидеть, а даже прикоснуться к местам обитания потусторонних сил невозможно. В отличие, к примеру, от Западной Европы, где экскурсии по паранормальным объектам давно привычны. В Москве же часть исторических зданий давно снесена. Уцелевших сейчас различные учреждения. Здесь договориться невозможно. Через охрану конторы и офисов может просочиться только призрак. Кто их знает, есть или нет. Впрочем, говорят представители туристических агентств, лишние заботы им и ни к чему. Столичный призрочный бизнес и так развивается очень живо. Подобные экскурсии по Москве проводят уже пять фирм. Анна Глот, Владимир Шабалин, Вести Москва.